Друзья, я приветствую вас на нарративном раскладе. Сегодня я решила, судя по отклику и количеству просмотров, повторить. Решила повторить тему. Он хочет срочно с вами поговорить. По какой-то причине между вами диалог сейчас невозможен прямой физический, но на ментальном плане вы постоянно в этом диалоге находитесь. Причем, судя по всему, обоюдно, как-то мысленно возвращаетесь к теме друг друга, по отдельности, к теме ваших отношений, перспектив, вообще видение ситуации, что делать и так далее. Поэтому сегодня давайте повторим этот расклад, который вам понравился, и, видимо, дал какие-то вам ответы и подсказки вселенной. Он срочно хочет с вами поговорить. Будет у нас 10 карт из колоды светлых провидцев. Напоминаю, что нарративный расклад позволяет нам трактовать каждую карту как метафорическую. Иногда привязываясь к ее значению террологическому, а иногда просто ориентируясь на всякие знаки и абстрактные символы. Итак, что он думает? Что он чувствует? Что он собирается делать? Берем обозримое будущее. Видит ли он с вами будущее? Рад ли он, что встретил вас на своем жизненном пути? Что он вам хочет предложить? Что он хочет вам объяснить? Что ему не нравится в отношениях с вами? Что ему нравится в отношениях с вами? И кто вы для него сейчас? Итак, вот эти 10 основных карт. Если нужно будет что-то дополнить, потом мы воспользуемся помощью других колод. Итак, начнем. Что он думает о вас сейчас? Он думает, что сейчас в его жизни настал такой момент, когда необходимо сделать выбор. Может быть, человек не свободен. Он выбирал. Вы или другая женщина. И сейчас он склонен принять какое-то окончательное решение. Вот если вы знаете, что он долго не проявляется в вашу сторону, может быть, даже ваши какие-то контакты стали реже, или он как-то, ну не знаю, ушел в какой-то игнор, может быть, он сейчас принял решение, что другая история, другие отношения для него – это его выбор. Поэтому сейчас он думает, что пришло время принимать решение и делать окончательный выбор. Дальше по раскладу будет понятно, да, в чью сторону он думает и движется. Что он чувствует? Здесь у нас выпадает верховная жрица, да. Это у нас карта, которая символизирует знание, мудрость, связь с какими-то потусторонними силами. То есть он чувствует, что, чтобы он там логически себе не придумывал, но на подсознательном уровне его как-то непреодолимо тянет к вам. Да, вот как будто бы вот магия какая-то, да, необъяснимая вмешалась. Кстати говоря, может быть, он вам в диалогах иногда даже проговаривался на тему того, что, может быть, вы его приворожили, как-то его загипнотизировали. То есть он чувствует, что рационально он себе объяснить не может, но чувствует, что его невероятно к вам как-то притягивает. Он уже пытался себя несколько раз уговорить, завершить с вами отношения. Но вы все равно незримо или явно присутствуете в его жизни. Что он собирается делать в ближайшее время? Здесь у нас выпадает туз мечей, карта остроумия, карта каких-то логически взвешенных решений. Ну, то есть, вы знаете, пожалуй, ему вообще свойственно, да, вот эта вот мыслительная такая жвачка. Много думать, постоянно прокручивать одно и то же. То есть, как бы, перейдет ли это на стадию каких-то реальных шагов и действий, будет ли это реализовано, но он будет постоянно придумывать вообще, что делать дальше. Вот вылится ли это в какие-то физические шаги, непонятно. Но в ближайшее время он будет очень усиленно думать на тему того, что дальше делать. По крайней мере, со своей стороны, знаете, что это занимает очень большую часть его и сознания, и подсознания. Видит ли он с вами будущее? Смотрите, такая карта получается реальных действий, навыков, ремесла, сотворчества, содружества. Как будто бы он говорит о том, что, если здесь имеет место история треугольника, если он не свободен, вы об этом знаете, то он как будто бы через эту карту пытается ему сказать, что если он придумает, как сделать вас частью своей жизни, не только в плане быть в качестве любовницы какой-то там, или каких-то редких приятных встреч, а как вас поместить в свою жизнь, да, какое общее дело вас могло бы объединять, вот в этом смысле он, безусловно, видит, что у вас есть хорошие перспективы. Ну, условно говоря, может быть, он даже думает на тему того, а чтобы такое предпринять, чтобы быть с вами связанным еще какими-то реальными делами. Если он живет в другом городе, может быть, он даже подумывает о том, а что есть в вашем городе такого, что могло бы быть связано с его работой, чтобы чаще с вами видеться, например, для начала. Рад ли он вообще, что вы ему встретились на жизненном пути, потому что, может быть, он сильно сожалеет, да, что ему пришлось с такими сложностями столкнуться. Ну, в каком-то смысле, конечно, да, вот четверка мечей, она нам говорит о том, что он очень часто впадает вот в эту меланхолию, что либо почему вы не встретились раньше, когда, может быть, он был свободен, да, или, ну, вообще много-много лет назад, когда вы были другими людьми. Почему именно сейчас? Здесь нет радости, здесь очень много каких-то философских переживаний, размышлений, иногда даже с нотками каких-то депрессивных таких состояний, на тему того, что эта любовь, которая у вас могла проиграться, как какое-то гармоничное взаимное чувство, сейчас больше выглядит как такое неизбежное постоянное столкновение со своими внутренними, вот этими внутриличностными конфликтами, с невозможностью поженить в своей фантазии с реальностью. В общем, радости он мало испытывает, но не из-за того, что он, в принципе, вас встретил, а из-за того, что у вас сейчас все складывается, вот так, как складывается, да, это его точно не радует. Что он вам хочет и может сейчас предложить, в принципе? Здесь у нас появляется пятерка кубков, да, ну, в общем, это такая тоже нерадостная у нас карта, карта пессимизма, карта минорных таких настроений, потому что он понимает, что сейчас все так в ваших отношениях выстраивается, что как будто бы все, что вы делаете, оно как в какую-то черную дыру туда засасывается, утекает, вот вы что-то делали, вот наполняли, допустим, этот кубок чем-то, да, а потом в результате все это превратилось в ничто. То есть пока он даже не знает, что вам можно еще предложить, потому что как будто бы у всего этого нет каких-то шансов на то, чтобы дать какие-то реальные плоды. Как будто бы выстроить ничего пока не получается. Он, конечно, этим очень опечален. И в плане предложений в ближайшее время, может быть, не стоит ждать каких-то активных проявлений, потому что ему кажется, что вот тут налицо тщетность усилий. Что он хочет вам объяснить? Ну, здесь у нас, естественно, выпадает туз кубков, что несмотря на всю ту неразбериху, все вот эти неурядицы, невозможность вашего нормального общения, его сердце переполнено самыми яркими, сильными чувствами, эмоциями по отношению к вам. Он, безусловно, влюблен, переполнен этими эмоциями. Может быть, ему вообще не свойственно сталкиваться с чувствами такой силы. Может быть, его, собственно, и это тоже еще повергает в какие-то печальные мысли, потому что чувств очень много, но как сделать это частью своей реальной жизни, он пока не вполне понимает. Но любовь, какие-то очень теплые человеческие такие чувства, может быть, и дружественные, и даже родственные, в вашу сторону, безусловно, у него есть. Это он хочет вам объяснить, что вы не смотрите, что все оно так складывается. Все это не мешает ему продолжать к вам относиться очень тепло. Что ему больше всего не нравится в ваших отношениях? Ну, конечно, ему не нравится, что вы находитесь очень далеко. Отшельник, да, у нас карта, карта интроспекции, что вы не можете быть в диалоге, не можете быть в контакте. Каждый где-то находится у себя, каждый является периферией жизни другого человека, где-то на отшибе, очень дистанцированно, отдаленно, холодно. Каждый себе что-то про эти отношения придумывает, но насколько это является частью реальности, у вас нет возможности проверить, потому что вы не в контакте, не в диалоге. То есть вы сейчас отдалились. И вот этот отшельник, он символизирует как раз то, что ему больше всего не нравится, что он не может к вам приблизиться. Что же напротив ему больше всего нравится в ваших нынешних отношениях? Ну, а нравится ему семерка пентаклей, ему нравится, что даже то небольшое, что вы уже вместе проделали, та часть отношений, которая уже стала частью реальности, она взрастила в нем какое-то новое ощущение. Может быть, даже новое отношение к самому себе. Может быть, он в чем-то понял, что он поменялся. Может быть, он в чем-то посмотрел на свою жизнь иначе. Может быть, вообще благодаря тем отношениям, которые у вас уже были, может быть, даже редкие встречи, они как-то так поменяли его отношение к текущей настоящей жизни, что это позволило ему с какой-то большей уверенностью, с большим оптимизмом смотреть в будущее. Может быть, раньше он, даже буквально эту карту прочитаем, может, он раньше был убежденный child-free, например, и вообще не видел смысл. Зачем это продолжение рода? Зачем растить детей? Зачем это вообще заботиться о том, чтобы твой род не остановился на тебе и на этом все закончилось? И сейчас он вдруг как будто бы почувствовал, что это не лишено какого-то смысла, какой-то значимости лично для него. Это ему нравится, безусловно. Вы как будто бы вдохнули новую жизнь. Ну и кто вы для него сейчас? Вы для него невероятное удовольствие. Девятка Пентакли у нас здесь выпадает. Эстетическое удовольствие. Вы объект его наслаждения, любования, восхищения. Он, когда на вас смотрит, он думает, что ну действительно, вы какая-то колдунья, волшебница, фея. Как будто вам все как-то так дается, знаете, в жизни легко по мановению волшебной палочки. То есть он просто завороженно следит за тем, как вы свою жизнь, вот эту вот ткете из какой-то невидимой мистической нити. У вас как будто бы что-то какое-то волшебное в результате получается. То есть вы для него источник наслаждения, удовольствия и радости. Он за вами наблюдает и как будто бы подпитывается от того, какая вы есть. И от того, как он вас воспринимает и видит. Давно мы с вами не брали колоду ресурсов. Давайте с вами в конце еще вытащим три карты и посмотрим, какие в ближайшее время три события или три желания сбудутся совместно для вас двоих. Что у вас в ближайшем будущем получится осуществить вместе, как паре, в любом статусе, неважно, в статусе редких встреч, дружбы, свиданий, но что станет частью вашей совместной жизни в отношении в ближайшее время? Слушайте, в любом случае, да, это может быть посещение какой-то игры. Игры как спортивного мероприятия, может быть, это будет какой-то интеллектуальный квиз. Это будет какое-то захватывающее соревнование, которое вы посетите вместе. Как это произойдет, пока не наша забота, да, то есть будущее нам в ближайшее время раскроет эти карты, но в ближайшее время вы станете участниками какого-то общего совместного зрелища. Что еще в вашей жизни сбудется в ближайшее время? Либо свидание, либо прогулка, где он, опять же, сможет наслаждаться вами во всей красе, либо это путешествие, может быть, в тот город, где он живет, может быть, в какой-то соседний город, на нейтральной территории, почему бы нет. То есть в ближайшее время у вас получится увидеться с глазу на глаз. И что еще вас ждет? Ну и по-прежнему, конечно, вы будете очень активно общаться в социальных сетях, также пристально внимательно следить за жизнью друг друга, насколько, опять же, близко физически у вас в результате этих мероприятий получится приблизиться, но вы будете держать в поле зрения, в поле своего внимания каждой жизнь другого человека, которому вы испытываете большие, видимо, какие-то серьезные глубокие чувства, ну и как минимум очень большую заинтересованность. С большим любопытством будете продолжать пытаться стать частью жизни друг друга. Итак, ну что ж, вот такой у нас сегодня получился нарративный расклад на тему, о чем он срочно хочет с тобой поговорить. Пишите, пожалуйста, в комментариях откликается ли вам этот расклад, удалось ли найти какие-то подсказки от Вселенной, какие-то глубинные ответы. Я сердечно благодарю вас за донаты, за лайки, комментарии, опять же, и приглашаю вас на следующий нарративный расклад. подсказки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!